здравствуйте друзья сегодня у нас 5 марта вот такой вот цветничок у меня посмотрите как уже цветают подснежники цвели они у нас с нового года и вот уже последние цветочки остались два месяца без перерыва и вот-вот распустится нарциссы очень быстро все пошло в рост у нас температура в северном крыму днем уже больше 20 градусов до 25 доходит резко стало тепло теперь срочно нужно проводить садовые огородные работы но сегодня собственно я и хотела не об этом сегодня мы поговорим о новом событии для крымчан частности для гостей крыма и для тех кто живет северном крыму смотрите даже дуванчик уже цветет и отцвел сегодня специально ходила на ж.д. вокзал вот расписание и вот как работает билетная касса 7 до 17 часов вечера раньше наш вокзал принимал очень много поездов и работал круглосуточно и направления были киевская одесская николаевская белорусская польское направление россию ходили москву в частности поезда всегда через чингар и через харьков нас они всегда миновали стороной украинское направление конечно же сейчас пустует у нас ходят только электрички до феодосии и до джанкоя поэтому конечно сейчас у нас будет тут собой те еще одно новое теперь мы сможем от армянска добираться прямо до анапы пускай с пересадками но это все электрички с одной на другую итак 7 марта начинает курсировать рельсовый автобус ра-2 по маршруту керчь она по керчь будет он ходить с понедельника по четверг два раза в неделю суббота по воскресенье три раза в неделю и в пятницу и стоимость билета будет стоить примерно 470 рублей личных уже нам поездов это севастополь питер и симферополь москва будут ходить еще дополнительно поезда какие именно я сейчас покажу вам на экране как мы видим появляются новые поезда это и мурманск это и екатеринбург это дополнительные поезда в крым из москвы и санкт-петербурга полностью расписание и есть поезд она по симферополь мне лично интересно питерские школьники теперь смогут ездить к нам в крым во время школьных каникул с 50 процентной скидкой московская компания поставит крым gd рельсов на 337 миллионов уже идут замены железных и дорожных путей и конечно же комфорт на крымской железной дороге будет гораздо лучше потому что это будут бесшовные пути а киев и дальше продолжает просить новых санкций для россии у ес из-за запуска новых поездов в крым а джанкой тем временем ведет переговоры с инвесторами о строительстве крупного логистического центра в крыму так как именно джанкой является узловой станцией через который проходят все жиде перевозки и жиде грузы конечно кому как не и все отказалось запускать авиа жиде сообщения в крым но собственно в этом и весь лукашенко граждане беларуси конечно же смогут посетить наш крым через украину как и раньше и вот тут вот очень кстати будут наши электрички которые обещают в середине марта заменить на новые или обновить хотя бы поэтому приехавшие приграничный город армянск отдыхающие смогут пересесть на электрички до феодосии до керчи до евпатории и даже до самой анапы могут доехать спокойно на электричках теперь также конечно ходит авт много автобусов в разные стороны и ялта и севастополь и евпатория тоже поэтому отдыхающие я думаю проблем с транспортом иметь не будут последок хотела бы всех женщин поздравить с 8 марта и в связи с тем что последнее время очень много опасных вокруг нас вирусов давайте будем употреблять витамин c это просто мой добрый совет вам и это действительно защитит ваши клетки от проникновения вируса в организм не просто даже от проникновения вируса но витамин c очень хорошая профилактика на весну авитаминоза стрессовых ситуаций от усталости от нервных раздражителей витамина c в организме много не будет потому что все лишние избыточные дозы выводятся с мочой и вред вам никакой витамин c принести не может поэтому будьте здоровы